Он бегает по дому кино, как ребенок. Кеды, бритая голова, огромная серьговухи, которую он не снимает, даже когда обивает пороги чиновников от культуры. Я об этом не думаю вообще, что снимать. Когда-то Валерий Канищев работал актером на Беларусьфильме, потом уехал жить в Германию. Замашки свободного художника остались, но квалификация поменялась. Теперь он продюсер и возит в Беларусь фильмы берлинского фестиваля Интерфильм. Афиши по городу расклеиваются немецки. Иногда приходится замазывать 2004-й и поверх писать 2007-й. Но зрители не против. Они приходят даже на фильмы, снятые мобильными телефонами. Еще вчера здесь, в главном кинотеатре страны, раздвигали экран до максимума, чтобы показать чудеса третьего Шрека. Сегодня тут на одной четверти экрана идет прерывистое изображение с мобильников. Все начиналось в конце 19 века с упрямства англичанина Эдварда Майбриджа. Он решил доказать, что скачущая лошадь отрывает от земли сразу все копыта и сфотографировал ее 24-мя камерами. Так невольно родилось первое движущееся изображение. Первая половина 20 века была посвящена прогрессу и полноцветным картинам со стереозвуком. И в 50-х годах в Америке случилась кульминация – синерама, громадное изображение окружающего зрителя полусферой. Дальше все пошло вроде в другом направлении. Появлялись новые устройства, чтобы снимать кино, но качество картинки катилось по наклонной плоскости вниз. Первая бытовая видеокамера в 1983 году, цифровые фотоаппараты, умеющие снимать видео, и теперь мобильные телефоны. Продолжение следует... Ганищеву арендовать главную киноплощадку Беларуси под мобильные фильмы помогала компания, которая очень заинтересована в том, чтобы все превратились в режиссеров мобильного кино, снятого ее телефонами. Здесь есть в этом какой-то вот элемент, что опять же с телефоном вы можете в любом месте это сделать. Вам не надо готовиться к этому, ездить с видеокамерой. А телефон у вас всегда с собой. Ну, по-моему, так особо ничего интересного не произошло, да? Особо еще интересного не произошло. Да, просто народ поснимали. Если вы это пошлете в Интерфильм, Берлин, то это дойдет до адресата и будет просмотрено. Это просто нормальная практика. У нас тысячи фильмов в год приходит. Кина не получилась. Кина не получилась, да. Нужно задумывать что-то. Сценарий хотя бы написать какой-то минимальный. Взять любой фильм фестиваля, например, этот. Английский ролик «Дуэль» и несложно увидеть здесь не просто сценарий. Каждый кадр расписан по долям секунд и даже есть наезды и отъезды, как в настоящем кино. Просто интересно посмотреть на то, что может выжать из себя мобильный телефон. Мобильный телефон выжимает все из себя и из режиссеров. Пролетающий мячик здесь продукт дополнительных спецэффектов. Телефон такие тонкости не улавливает. На мобильное кино силы тратятся немалые. И даже Канищев, соблазнивших минских энтузиастов на этот фестиваль, признается. 20-25 минут смотреть на непривычный квадрат сложно. Поэтому после небольшой дозы мобильных фильмов Канищев объявляет перерыв. Он специально пригласил минский проект «Энерджи» нагрузкой на слух. Разгружает уставшее зрение. Канищев знает, как подать и ролики с мобильных телефонов, и студенческие короткометражки, и номинантов Европейской киноакадемии. Сегодня его филиал «Интерфильм Восток» владеет свободным временем минских киноманов. Не всегда качество – это как бы главное. Как бы самое главное – это сюжет. На вторую часть программы зрители вернулись. Проекционист Дима в этот вечер отдыхал. Нужно было только пару раз нажать на кнопку DVD-плеера. Это эксперимент, эксперимент. И как бы что-нибудь новенькое – это почему бы и нет? Хочется, допустим, не то, что однообразие. Сегодня при средней зарплате 300 долларов средняя стоимость телефона в белорусских салонах находится примерно на том же уровне. А выручки до этой поры росли значительно. Мобильных звездит. Что бы он ни вытворял, сколько бы это ни стоило, зритель все принимает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова